На фоне этой красоты немножко хочу рассказать про эту теплицу. Теплица эта не моя, мне ее предоставил дяденька-сосед. Он уже много лет ничего в ней не сажает. По-моему, вообще за все время, может быть, один раз что-то в ней сажал, и все. Знаете, она находится рядом с березами, и земля у нее... Я когда сажала, думала, что здесь вообще ничего не вырастет. Но просто у меня было много рассады, и надо было ее куда-то пристроить. А в результате здесь оказалась очень хорошая земля. Я когда-то где-то читала, слышала, что самая лучшая земля для томатов – это земля из-под берез. Здесь реально очень много берез, и, конечно же, земля получается из-под берез. В результате практически вообще ничего не делаю с этими томатами. Только два раза в неделю поливаю. Вообще боюсь даже дотрагиваться до земли, чтобы ничего не нарушить. И в результате, ну, я считаю, что неплохой урожай. То есть не мульчировала, ну, ничего не делала, да, чисто из-за того, что, ну, вот, боялась нарушить эту хорошую систему земли. Да, и очень осталась довольна. Так что не очень посмотрите на саму теплицу, но, скажем так, непрезентабельная. Всем привет! У нас выглянуло солнышко. Начинаем дальше снимать. Так, сорт. Красавица моя Хлоя. В этом году очень красивая, очень крупная, но зато совсем невысокая. Где-то, ну, чуть больше метр двадцать. Да, но зато очень-очень-очень крупные плоды завязала. Прям, скажем так, гигантские. Молодец! Вкусная, красивая. Вот такая у меня Хлоя. Так, здесь у меня пасынок от Пудовика надо подвязать уже вон с томатиками. Так, здесь уже убрали это Фиделио. Так, это у нас желтый финик. Слушайте, очень вкусный, очень-очень вкусный. Особенно у кого дети. Просто красота. Так, красный мясистый. Еще не пробовала, но по виду красивый. Хорошо завязывает. И один, и второй. Без пропусков такие. Ровные помидорки. Красный мясистый. Так, это у меня новинка. С Сибири прислали. Очень хорошо вяжет крупные томаты. Так, как я люблю. Еще, если и вкусный, вообще будет замечательно. Сорт называется, сейчас скажу, малиновый болгарский. Алиновый болгарский. Да. Вот такой красавец. Он такой не агрессивный, худенький, но с очень большими плодами. Такие вот, смотрите, прям шикарные ветки. Так, это уже все съели. Это была японка. Вот из сердцевидных, наверное, осталось только черные с носиком от Борисовны. Мы уже ее, правда, едим. Но и вот она еще очень хорошо вяжет. Тоже до самого верха. Так, это у нас сорт Сибирский гигант. Ну, что-то он меня разочаровал. На гиганта он вообще не похож. Ну, как-то так интерес у меня особого не вызвал. Это черек диковинка. Так, тут у меня тоже не получился. Это диковинный цветок. Ну, вот все, что имеет такую форму, ребристую и вот такую вот непонятную, у меня как-то они не приживаются. Здесь уже отдал весь урожай. Это любимый праздник. Вкусный, хороший, сибирский. Уже давно едим. Но это уже остатки тут висят. Так, мишка косолапый. Косолапый. В этом году крупный. Мне все писали, что мишка косолапый должен быть крупным. А у меня просто были выровненные сердечки красивые. Ну, вот в этом году он у меня и крупный. Так, вот такие грозди дает лимон-лиана. Тут тоже еще будет. До верха. Там наверху я уже все обломала. Так, здесь заросли, заросли. Это дайбарао золотой. Ох, поздний. Начинает вязать уже высоко. Но зато для консервации, кто любит, сорт хороший. Ой, совсем все болтается. Так, зеленая зебра. Семена с Беларуси. Не очень-то хорошо завязал. Но это потому, что я не очень-то люблю зеленые томаты. И они меня, соответственно, тоже не любят. Так, юбилейный Тарасенко. Тоже всегда красиво вяжет. С хорошими такими веточками. Красавец. Он тоже попозже будет. Тоже до самого верха. Так. Это дынный. Мы его уже едим. Вкусный. Очень вкусный. Такой прям мясистый. Вот. Все зрелые уже съели. Так. Это загадка долины роз. Такие вот гиганты. Тоже хорошо завязал. Он тоже будет попозже. Так. Здесь вот у меня новый сорт. Монастырская трапеза. Я его обломала уже. Просто хочу посмотреть, какие будут томаты. Он у меня новый. Так. Это у нас что-то крупное. Так. А где же Бирочка? Такие крупные. Это что-то из бекалоров. Наверное, Большая Радуга. Так. Или Большая Радуга, или... Ой. Как-то еще салют-салют. Сейчас найдем. А, Медовый Салют. О, Господи. Это Медовый Салют. Бекалор. Очень вкусный. Люблю я бекалоры. Но они тоже попозже. Так. А вот Большая Радуга. Большую Радугу мы уже... Ой. Тут вообще нереальных размеров там отвести. Весит. Даже не могу его показать. Тут к нему подойти. Вот такой. Господи, он у меня в руку не помещается. Огроменный. Потом взвешу. Хоть не люблю я взвешивать, но ладно, взвешу. Так. Большой полосатый кабан. Но мы его уже весь съели. В этом году он поменьше, конечно. Не такой урожайный, как в прошлом. В прошлом году они у меня на пару с красавицей колледжа. Были просто ненормально увешанные кусты. В этом году поскромнее. Так. О, сейчас вылезу отсюда. Так. Это страйп. Второй год его сажаю. В прошлом году как-то он у меня не очень. Но я знаю, что этот сорт хороший и очень вкусный. Поэтому вот повторила в этом году. О, в этом он уже хорошо у меня завязал. Молодец. Такие плоские томаты. Красивого цвета будут, когда созреют. Вот такой он. Так. А, и вот дошла я до своей красотки. Ой, какая. Слушайте, я над ним бьюсь уже третий год. Это фёст матэ. Всё он у меня не хотел. А я знала, что он классный. И вот в этом году очень мощный куст. Таким с картофельным листом. И вот с такими красивыми. Надеюсь, что он оправдает мои труды. И будет очень-очень вкусным. Вот такой, да. Ну, он триколор. Вот такой вот красавец. Фёст матэ. Вот он такой красавец. Сейчас я его попробую. Да, на вкус он, конечно, великолепный. Это вот и кислинка присутствует, и сладость. Очень вкусный, хороший сорт. Не зря я третий сезон его выращиваю. И, наконец-то, я добилась этого прекрасного результата. Так. О, это мой любимчик соколиный клюв. Внизу всегда даёт очень крупных несколько томатов. И потом пошли клювики разные, разные-разные клювики. Куст очень мощный. За ним надо глаз да глаз. Потому что его обрываешь, он опять выдаёт пасынки. Опять обрываешь, опять выдаёт пасынки. То есть надо всё время его контролировать. Будет до самой поздней осени. Ярко-ярко-жёлто-оранжевые такие носики. Хороший. Так, здесь рядом жёлтый перцевидный. Он очень хорошо для сушки. Я такие специально сажаю для сушки, для еды. Как бы они... Ну, мне вообще неинтересно. Тоже хорошо вяжет. У него единственный недостаток. Но это как у всех перцевидных. У него вот обрываются томатики несозревшие. Очень такие они нестабильные. Так. Ну, что тут у нас ещё? А тут, пожалуй, уже... Делишес мы уже его давно едим. Очень крупный. Вкусный. Это один из моих любимых. Потому что я люблю крупноплодные. Вот он тоже будет до самой осени. И наверху будут тоже очень крупные томаты. Так. А вот ещё у меня новый из сердцевидных. Так, это у нас... Мунисибирский козырь. Вот такие сердца. Но ещё не пробовала. Но красивые. Так. Ну и завершение здесь у меня сумасшедшие вишни барри. Этот вообще растёт на отшибе, как сирота. Такое. Красивый он. Когда цветёт. Вообще великолепный. Такое. Вот такой у меня получился обзор. На 4 августа. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. Все семена будут на моём сайте. Буду рада, если закажете. Рада, если будете делиться своими результатами. Всем пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok